Всем привет, ребята, с вами я Даша Дружья, человечек-сосудик, вот такого вот, либо меня переебала машина, я еще не решила. Друзья, всем привет, очень рада вас видеть на своем канале, да, это я, та самая милая Дашка Дружья. Честно говоря, я не определилась еще, кто я, сосудик, либо меня переебала машина, либо просто поднимите мне веки, как говорится, из одного известного фильма. Вот, друзья, сегодня я, конечно же, не буду, вот у меня сегодня вот такие вот ручки, да, наши ручки не для случки и не для скуки, конечно же. Не пугайтесь, просто это сегодня мой такой образ, можете пошутить про нют, конечно, но не думаю, что вашу шутку переебанную уже 300 раз, как мое лицо сегодня, кто-то оценит. Друзья, сегодня я хочу рассказать вам всю правду про свои волосы, тут, сразу говорю, тут не будет названия продуктов, которыми я пользуюсь, если вам это интересно, могу записать отдельное бьюти-видео, болталку, там вот эта вот хрень, как это называется, я не знаю, сегодня будет просто вся правда о моих волосах, черт, то есть я не расскажу, что я делала с своими волосами, когда я начала красить свои волосы, какие краски лучше использовать, что, что по волосам, самые такие сексуальные вопросы будут, которые вы мне задавали в мой инстаграм, конечно же, инстаграм мой, пум, Даша Дружже. Честно, я пыталась оставить план этого видео, о чем бы мне лучше начать, и мой план остановился на четырех пунктах, и честно, я не люблю вот всю эту хрень писать, я люблю, знаете, так начерикать, чтобы мне было примерно понятно, а мой мозг уже все дальше сам формулирует, я прекрасно могу, ай, я прекрасно, бля, даже слово забыла, я ничего не могу, я прекрасно могу фантазировать, и даже из того, чего нет, я могу сделать конфетку, из говна тоже могу сделать конфетку, поэтому фантазер, ты меня называла, и машина меня переебала. Я начну, наверное, рассказ со своей молодостью, вот, ну как с молодостью, со школьного времени, волосы я начала красить примерно лет 13-14, но я могу и ошибаться, и врать, потому что я ворунья, настроение сегодня воронка. Ребят, просто, понимаете, столько всего произошло в жизни, и не только волосы менялись, менялась я, вот, менялись всякие мои психологические неврозы, да, вот, и я вместе со своими неврозами тоже, может, что-то забыла, иногда вспоминаю события из своей головы, которые мне казались, что со мной никогда не происходили, но они все-таки происходили, и я такая, what the fuck, бич, Мозерлот, извините, это кот, на деньги, вроде бы, почему странно я вспомнила резко кот Мозерлот, о май гад, кстати, кот очень испугался моего лица, ну ничего, вот такая вот девочка, такая красаточка, со сканилиалка, короче, насколько я помню, у меня были длинные волосы, всю жизнь мама мне стригла мои волосы, ну как всю жизнь, я просто ненавидела, черт возьми, расчесываться, и однажды мама мне сказала, Дашенька, пойдем со мной в салон, я такая, хорошо, мама, пойдем, ей там подстригли волосы, я сидела, и потом мне говорит, тетенька, когда я держала вот такие вот ножницы в люкс-салоне, говорит, Даша, садись, я говорю, мама, нет, я так же не хочу причесывать свои волосы, но хочу, чтобы они были длинные, чтобы ты у нее распутывала каждое утро колтуны. Я села, и просто я помню, как я плакала, это пиздец, травма для меня, как для девочки, у меня были волосы примерно посюда, они были не крашеные, я блондинка, ну такая, знаете, пепельный блонд у меня, натуральный цвет волос, хорошо подается осветлению, вот, и хорошо тонируется, ну короче, это не важно пока что, вот, и мне похуячили все волосы, у меня была ублюдская стрижка, где сзади был вот такой скос, понимаете, вот так вот, я это, естественно, не расчесывала, не выпрямляла, и каждое утро, у меня, блядь, стали волосы намного короче, вот как сейчас, может быть, даже короче, и каждое утро, когда я вставала в школу, меня в школе гнобили и говорили, что нихуя не расчесываюсь, ну а что я могу делать, если у меня вот такие, блядь, заломы были, нахуй, что самые умные, блядь, выпрямляли бы мне волосы, суки, и стригла меня так матушка до более-менее сознательного возраста, пока мы не начали, блядь, прямо драться, ладно, я шучу, а пока я не сказала маме, что я хочу отращивать волосы, вот, блин, не могу понять, что мама так не хотела причесывать мои колтуны, хотя нет, я верещала очень сильно, когда она меня расчесывала, я ненавидела, когда она заплетала мне всякие косички, когда с утра, блядь, я хотела пойти, я хотела поспать пять минут, а мама такая, иди сюда, буду заплетать тебе косо, я готова была убить всех, нахрен, отрывать себе волосы вместе, блин, с корешком, ну и вот, насколько я помню, первая моя покраска была лет 13-14, я покрасилась и в рыжий. Сейчас я бы не думаю, что я покрасилась в такой ржавый-рыжий цвет, который мне совершенно не шел, у меня были достаточно длинные волосы, вот, и поскольку волосы я покрасила в первый раз, а волосы, кстати, меняются, когда ты их красишь, они, у меня по натуре волосы очень тонкие, очень, их как бы много, но они очень тонкие, вот, и когда они длинные, они не выглядят объемными, они выглядят, знаете, как сальные такие с лимонелла из вашего желудка, если вы хотите есть сырое мясо, конечно, вот, и мне это ужасно не нравилось, я начувствовала свои волосы, это нельзя делать, ну, а мне как бы похуешь, можно же нельзя, вы что мне, блядь, указывать будете, вот, и каждый раз, когда я красила свои волосы, они напитывались, пигмент в них входил, как входил чей-то член в чью-то дырочку, вот, и у меня волосы напитывались, и с каждым разом становились лучше, так что это нифига не миф, что волосы с покрасками становятся лучше, если их грамотно красить, не дома, конечно же, если вы малолетка и хотите покрасить волосы гарниром, не советую, кстати, о всяких таких красках, друзья, я рекомендую вам, во-первых, ходить к мастерам красить волосы, во-вторых, если у вас нет денег не слушать меня, а в-третьих, никогда не покупать непрофессиональную краску, вот что-что, а вот профессиональная краска есть, недорогая, которая хорошая, нежели чем, блядь, покупать в всяких улыбках радуги, гарнир, что еще там есть, линейки вот эти ебучие, которые светляющие краски, ни за что никогда, эти краски мне всю жизнь испортили, я, блядь, покупала по две-три пачки, и все на волосы, у меня были такие пятна, блядь, как, я просто была в ахуе, я готова была плакать и срать, да, кровью, однажды я так хуево покрасилась, что у меня была подружка, ну, как подружка, девочка, которая набила у меня татуировки, когда я уже, мне было лет 16, я решила сама покраситься, ну, я, блядь, хуя, самая умная, вот, и как бы, когда я покрасилась, я смотрю на свою голову сверху, просто охуеваю, я хотела серый себе, да, и думала, блин, ты такая, блин, прикольная, сейчас серый себе ебану за один раз, блин, конечно, блядь, сама себе, я просто фоткала свою голову, это просто был пиздец, у меня где-то серый был, Где-то желтый, где-то рыжий Я такая просто Я когда это увидела, я просто рыдала Я написала Подружкины подружки Вот она мне посоветовала, что сделать Я сделала и нихуя, блядь, не поменялась Однажды лет в 15-16 Когда я хотела цвет волос яркий Я хотела салатовый Мы покрасились, типа дома с мамой Мама меня красила У меня получился такой болотный Он смылся через день Я решила пойти в салон Салон на районе Я жила тогда в спальном районе И, как вы знаете, рядом были полихмашенские салоны Там, где мы стригли челку Маме стригли челку, мне Но там никто не умел хорошо красить, блядь Да и слишком там их хуёво делали Не то, что челку, блядь Мне челку никогда не стригли нормально И я однажды туда прошла И пошла, и прошла, блядь У меня боль потом сердечная Через, блядь, трое суток Короче, я туда пошла Мне мама дала 10 тысяч На те времена 10 тысяч Это Снежана Вениченко сейчас за пятнах украсят Ну, 15 тысяч там, типа, не длинные волосы Представляете, сейчас Три года назад или четыре Даже пять лет, может быть, неважно С меня выкачали 10 тысяч Покрасили в тёмно-зелёные Я тогда ничего не могла сказать Мне было стыдно Я ушла, я просто ревела, сука Как вообще не в себя Я пришла домой И через пару дней у меня тёмно-зелёный смылся Я такая говорю Мама, мама, позвони в салон Разберись, эти пидарасы Меня покрасили не так за 10 тысяч Мама звонит И ей там говорят, типа А, вашей дочке понравилось Да, мне, блядь, понравилось Пиздец, я просто не могла Там, знаете, такой салон был Типа на спальном районе Блядь, он до сих пор там где-то находится Наверное, если не оботкрутился к хуям Вот И там были, знаете, такие, типа, статные женщины Статные женщины, которые живут в спальном районе И работают в пятёрочке Вот такой там салон примерно был Ну, типа, он реально был фонтовее, чем обычный парикмахерский А он же им, блядь, назван с салоном, а не парикмахерской Вот И меня там красили Я даже не помню, как меня красили Видимо, я испытала такой шок, что я просто охуела А мозг просто это забыл Но покрасили меня пиздово Вроде бы потом я заплела дреды Ребята, у меня были натуральные дреды Около трёх с половиной лет Я их и красила, и осветляла Чё я с ними только не делала Однажды я очень сильно напилась И дреды полиняли мне на мою парку Бежевую парку пришлось выбросить Потому что я просто валялась у лужи Как бы очень... Я, кстати, вспомнила историю одну зашкварную Ужасно Я вам её не расскажу Это вообще пипец У меня были дреды три с половиной года Вот Как бы Будут фотографии Сначала они были маленькие Ну как маленькие А что я ожидаю, в принципе, от того Что у меня нихрена нет волос А мне заплетут охуенную Охуенную гриву Конечно, блять Колтуны сваляют Что такое дреды? Дреды это колтун Колтун, который надрячивается Очень больно Каждый месяц нужно подплетать И если ты дреды не подплетаешь Они вот тут вот все Очень сильно между собой переплетаются Путаются Их раздирать просто с кровью Это пипец, друзья Вот Мне их заплели Плели долго, естественно Это был пипец Ад Было очень дикое натяжение Вот Потом мне их удлинили Каникулоном Потом натуральными волосами Каникулон Я ненавижу, честно говоря Ну, мне нравится мне Искусственная ткань Лучше из человеческой плести Если вы понимаете, о чём я Вот И Мне это ужасно не нравилось Я ходила У меня были достаточно длинные дреды Дреды меня сглазили Извините Мы вроде бы покупали натуральные волосы Плели мне их Короче, всё было хорошо Вот Только, знаете Когда у вас очень длинные волосы Идёт натяжение дикое И, как бы Волосам от этого Нехорошо уж Точно, блядь Это, знаете, как алкаж дядя Витя Который примет водки с утра И через час примет ещё одну водку А ему уже помирать пора Он всё водку пьёт Ну, как бы, никак И в один прекрасный день Я решила, что я хочу с дредами распрощаться Спустя три с половиной года Охуеть я их носила Просто Я бы приносила их ещё столько Или, может быть, дольше Просто мне захотелось каких-то изменений Мне перестало хотеться этих изменений Когда мы начали их расплетать Мы расплетали мои дреды два дня, блядь Ещё я отрезала Я психанула У меня были длинные волосы Кто-то меня спрашивал, кстати Были ли у меня волосы по жопу Да, у меня были волосы примерно по жопу Чтоб вы знали Я отрезала свои волосы вот так Потому что просто Расплетать их это пиздец Вы представляете колтуны Которые три с половиной года у вас в башке Я плакала Мне, блядь Мне мама, блядь Сзади раздирала эти волосы Вот так просто Вы представляете, насколько нужно Это, понимаете Расплетать целый день Два дня Просто дерут вот так волосы Вы попробуйте вот так вот, блядь Делайте себе нахуй целый день, бля Я просто охуеете Потому что я охуела Блядь, мы ссорились много с мамой Потому что меня заебало Что меня дергают за волосы Я говорю уже Ёб твою мать, блядь Может мы сбреем мне волосы И еще один вопрос был Блядь, я отвечаю на вопросы пипец Как щелкаю, щелкаю, щелкаю Двенадцать ночи, блядь Подключается к моей голове Какой-то уникум Я хотела забриться Много раз Несколько раз Хотела забриться под ноль Но Я понимаю, что волосы будут отрастать Некрасиво лежать И мне что-то не очень хочется Хотя я не брезгую этим Я вообще считаю то, что Есть Ничего не нужно там бояться Нужно все пройти Вот И лысую голову И еще что-то Я хоть и тоже люблю свои волосы У меня волосы очень хорошие И напитанные Я их очень люблю Но, друзья У меня тоже есть что-то такое женское И вообще человеческое Что я, блядь, не хочу их обстригать Потому что я хочу их отрастить Волосы Это важно Но так же Без волос Я тоже могу быть Как бы Камон Я до дреда думала Что у меня хуевые волосы Поверьте Но когда, блядь, меня распилили дреда Это был пиздец У меня осталось Три волосины Представляете, да Под натяжением дред Мои волосы Как бы Блядь, повыдирались Еще колтуны Колтуны Это дохуя волос Еще когда дерешь волосы Это все волосы Которые плохо держатся Они отлетают Грязь была Да Пиздец Как будто бомжа притащили Дреды очень хорошо впитывались Запах Запах Гошиша Конопли Еще чего-то Сигаретного дыма Конечно же Который не я юзала Кто-то дал подержать Все пиздец У меня было в голове Это был пипец Какой-то мой хороший Вот И как бы Мы все этим дышали Возможно из-за этого У меня была аллергия Но не знаю Три с половиной года Вот это прикол После дред Я мазала свои волосы Всем, чем Могла У меня все время Было такое Знаете У меня как-то Пошло с детства Вот когда Я поняла Просто некоторые вещи Приосмыслила Я очень люблю Чесать свою голову Делать маски Всякие Еще что-то Даже когда у меня Были проблемы с волосами Когда они были редкие Там После дред Еще что-то Я их начала восстанавливать И мне женщина сказала Которая пошла там встречся Она сказала У тебя очень классные Напитанные волосы Они совсем не повреждены Типа Они очень хорошие Я говорю Конечно Что-то нехорошие Ты ухаживаешь С ними масками За 100 рублей Как это делаю Я конечно же Нет Закрой свой рот Потом я пошла На спорт Мне было не до волос Они отросли Более-менее Они отросли Нормально Я их собирала В пучок верхний Они были длинные И как бы Мне они не нравились Честно Мне мои волосы Особо никогда не нравились В том плане Что я от них не фонотела Я понимала прекрасно Что пока у меня Будут вот такие волосы Некрашенные Они будут висеть Как сопли У первоклассника Я ходила на спорт Мне было похуй на волосы Потому что я все время Была потная Если бы я покрасилась У меня бы краска вымывалась Я бы выглядела как бомжик Но нахуя мне Красить волосы Свои натуральные Которые у меня Красивые цветом Которые я собираю Просто всегда в пучок Я любила носить пучок Зачем мне Красить волосы Если я пойти И моюсь 3 раза в день Ну реально Зачем Я такая чисто плотная Чисто любимка Вот И я не красила их Зато потом Когда я ушла С спорта Это был просто Лютый разъеб Ребята Это пипец Я красила свои волосы Мне кажется Во все цвета Которые только могут быть Даже я думала О цветах В которые я бы никогда Не покрасилась Я в них тоже покрасилась Кноми черного Кстати говоря Черный мне вообще Черный я не люблю Кстати Если вы хотите покраситься В черный цвет Будьте готовы к тому Что потом наху Вы ни в какой не покраситесь Больше Потому что черный Он как бы въедается Сука Как цыгане Около другого центра В душу Блять Чтобы вынуть у тебя 10 рублей И айфон новенький Вот Поэтому Не красьтесь Особенно Блять Непрофессиональной краской Это вообще Какой-то Отвал пизды Будет Я вам отвечаю Кстати У меня было такое убеждение Когда я ушла со спорта Со всего этого Я такая думаю Блять Красить свои волосы В яркие цвета Только малолетки Ну конечно же Просто знаете Когда ты до этого Была ярким человеком И после А блин Забыла сказать У меня еще В молодости был красный цвет Но рыжий и красный Это практически одно и то же Особенно если ты красишься Краской и гарнир Господи Просто знаете Когда вы Общаетесь с обываловыми С людьми С которыми Которые не яркие Они тоже Своим Вот этим всем влиянием Общественностью Всякими Вот толпой Они влияют Отличные на тебя На твое внутреннее я На мировоззрение На все И ты становишься Таким же скучным Как бы серость охватывает тебя Но я такому Не поддаюсь Я поддавалась Ну как поддавалась Мне просто было неудобно А потом я поняла Что нет Нет Волосы яркие Это не малолетство Если у тебя яркие волосы И ты Между прочим Был вопрос От вас Блин Я запомнила почти все вопросы Это бебец Как ты относишься К тому что подростки Красят волосы Считаешь ли это малолетством Типа признаком Какого-то незрелого ума Нет конечно я не считаю Это так Это только узколобые Так считают Отвечаю вам Я Ну У меня с малолетками Ассоциируются только Дешево покрашенные волосы Что такое Дешево покрашенные волосы Волосы Которые Выглядят неаккуратно Грязно Мерзко В пятнах Очень Различается Студийное окрашивание С окрашиванием На дому Вообще Может быть На первый взгляд И не очень Если вы хорошо покрасились Но потом Когда краска Будет умываться Вы заметите Ощутимую разницу Блядь Потому что Вы пойдете пятнами Либо что-то вылезет Короче Как выкидыш какой-нибудь Ну Короче Вы поймете В чем разница Вот И Когда я вижу на улице Всякие мерзкие Такие знаете Волосы Там например Вымавшийся цвет И там Выходит еще Блядь Желтый Там и рыжий Вот это Сканинавижу Соломую Эту ебаную Сразу видно Какого волосы качества И это неправда Что Говорят что только Здоровые волосы Блядь Кто-то там говорил Андрей вроде Петров Здоровые волосы Выглядят здоровыми Только тогда Когда Они натуральные Нет Нихуя Я с этим Вообще не согласна Потому что Здоровые волосы Крашенные В яркие цвета Могут выглядеть Дорого Богатые Охуенно Особенно Если ты Следишь Своими волосами Каждый месяц Подкрашиваешься Стряжешься Блядь Отращиваешься Охуенные У меня волосы Блядь У меня качество волос Портится ли Качество волос При окраске Конечно Портится Блядь Но Но С другой стороны Наверное улучшается Противовес Да пол Сейчас вам объясняю Блядь Лучше бы вообще Рот не открывала Я не колорист Но я хорошо разбираюсь В волосах На базовом уровне Вот И у меня много Знакомых колористов Много там друзей Я несколько раз красила Вот Ну не друзей Так знаете Прохожих Друзей Проходящих Просто Ну как описывать Еще людей Знакомых Что пусть вы Блядь Думайте что у меня есть друзья Это я не выпендриваюсь Ну да выпендриваюсь Просто я хочу вам Донести некоторые вещи Что мне может доверять Я не буду говорить Чтобы не спиздеть Да как бы Я говорю только то В чем я уверена Вот Поэтому друзья Записывайтесь на покраски волос После всех Моих покрасок волос Мы делали Это не супер Короче Был тот момент Когда красила меня Лена И мы каждый раз Засекали время И знаете как бы Мы такие Блин точнее Лена все время такая говорила Так сколько ты там Минут Когда мы там Начали держать краску Там вот Порошок осветляющий Ну я не засекала Ты тоже Это когда в принципе пофиг И как то Раз мои волосы Так отвалились Блять Представляете Какое у меня было ахуя У меня было офигенное Карея Наконец-то Блин У меня были волосы Одной длинной Господи Как я этого хотела Ведь я забыла вам сказать Что всю свое Сознательное детство Я носила челку Обычную Такую знаете По этому Сейчас у меня модная Блять Хипостерская челка Короче Я просто считала Что у меня огромный лоб И мне не идет без щелки Блять Как же я ошибалась На самом деле Без щелки Тоже охуенно Вот я наконец-таки Отрастила волосы Одной длины Это было какой-то Пипец Ай Это было так офигенно И тут Как-то раз У меня была офигенная Карея Да Я уже это сказала Блять Я просто сейчас Наследирую Вот я отращиваю Блять Сейчас под карея И у меня Просто отвалилась К хуям Вся верхушка Блять Ёбаная Вертушка Газманова Представляете Я была тогда Просто в шоке Мне пришлось Подхуяриться Как мальчик Ну не то чтобы Я прям переживаю За волосы Я переживаю За то что Я не могу С ними ничего сделать Ни в хвост собрать Ни в гриву Ебать Короче Ничего с ними Не могу делать И они смотрятся У блюдски Вот блять Была такая шапка Знаете Тут короче Тут длиннее Охуительно Блять Просто не взяли Отвалились Это потому что Мы чистили Каждый раз Длину Я просто любила Выходить Еще так же Из салатового В розовый Из теплого Холодное Это нельзя делать Потому что Это очень опасно Для волос На меня как бы Было похуй Я такая думаю На мои волосы Живечные В принципе Можно их покрасить Пиздец Дашенька Это моя хорошая Дура Последний раз Я была у Ксюши У меня новый Калорис Который красит меня Вот Мы Последний раз Неделю назад Я у нее была Покрасились в новый цвет В серый И вот такая вот Челка блейзерная Я вам хочу сказать Что мои волосы Почти отросли С того момента Прошло уже до хуя Мне кажется Прошло около года Такое ощущение Пипец Вот у меня тут еще осталось То что короткое Вот Но это не такое короткое Как было Потому что Был пиздец Сейчас уже намного Намного лучше Я очень жду Пока у меня Отрасет каре Что значит наращивание волос Наращивание волоса Я хотела бы Его сделать Но есть одна проблема Ебаные капсулы А Ебаные капсулы И еще Я просто не знаю В каком я цвете буду Каждый месяц Это меняется Как и мои брови Я сегодня хочу их красить Завтра хочу осветлять Завтра хочу желтый Потом розовый Потом блять синий Потому что вот коры У меня вообще офигенно смотрятся Все что по плечи Офигенно смотрятся А вот дальше плечи Это уже нужно смотреть Может быть я когда-нибудь Наращу себе волосы Но точно не в ближайшем будущем Еще Все вы знаете То что у меня были Афрокосички Афрокосички Блять Тире боксбрейды Короче Хотели боксбрейды Запилили афрокосички Ну как бывает Знаете Типа в России не выбирают Это Россия за тебя выбирает Короче Как было дело Я решилась На афрокосички Ну вообще Я думала что у меня были Закосы Короче Я просто заебалась Оттащивать свои волосы У меня так бессили мои волосы Ничего с ними не могла делать У меня отрастал Мой натуральный цвет Это косая стричка Блять Лизбушка Заебала меня просто И я решила заплести Косички Вы меня страшили Плюсы и минусы Охуенно Вы сейчас все услышите Косички Когда мне Мы их заплетали С 12 утра Или с часу До 2 часов ночи вроде бы Или до часу ночи Сначала мне было не больно Я релаксировала Ела Что еще делала Блять В хуй не дуло Вообще нормально мне было В 4 рулки Мне их плели Вот Это был просто пиздец Друзья Знаете Вот постоянное натяжение Когда заплетаю тебе Вроде бы Вроде бы Первые несколько 5-6 часов Зайебись ее Зайебись вода Блять Вот как вода Потом начинаются Знаете Вот просто Сравнивание с дредами Дреды очень неприятно плести Прям пиздец У меня высокий болевой порог Это как низкий болевой Господи Высокий болевой порог Это типа не супер больно Я хорошо терплю Вот Но Блять Сука После 6 часов У меня уже просто Блять Вот так блять Я сидела Дреды Вообще Не спрашивайте Их заплетать Больно Больно блять Больно Вообще Развращение потом лютое Мне заплели косы Я пришла домой Мало того что эти суки тяжелые Но знаете Самая пиздация Это что они длинные Они красивые Чувствовала себя такой девочкой Такой конфеткой Вот Они очень красивые В этом плюс Они очень удобные Их мыть легко Там типа они очень классные Красивые Больше месяца Два месяца с ними ходила Вообще офигенно Но минусы Это пиздец Сидеть долго Заплетать их долго А у меня голова Я когда пришла домой После того как мне их заплели Я охуела от жизни Честно Ребята Я когда хотела положить голову на подушку Я не могла этого сделать Блять У меня было так больно Такое натяжение Просто сука Мне было очень больно Мало того У меня очень началась голова Ее чесать было нельзя Иначе они расплетались У меня сзади были У меня сзади все подбрито И мы там Мне там заплели Вот блять На вот такие волосы Блять Мой мастер Заплела мне на 3 мм Или на 5 мм волос Ну ладно Не на 3 На 5 На 6 мм Или на 8 даже Ну они очень короткие Заплела коз Они отпали Ну короче Минус еще в том Что это не натуральный материал Все чешется Сука Все начало быть красным Хорошо корок не было Ничего не чесало Но я блять Не могла Неделю Неделю Не могла спать Я засыпала Блять просто Меня все давило Это было очень больно Дреды были не такими больными Больными Блять Сука Не дави на больное Я относила их 2 месяца счастливых Мне очень шло Мне очень нравилось Волосы отрастают С натяжением Еще больше отрастают Потому что Ну давят Блять Вот там материал Но Ребята Я бы хотела их еще раз заплести Но Блять Так долго сидеть Так больно Так чешется Что ну Я пока что погожду Но Не читайте интернет Не верьте слухам Я вам говорю Если вы ходите Пожалуйста делайте Я не сделала их Пыль сука летает Надо помыть хату Я их не сделала В этот раз Не потому что я типа Не хочу сидеть И там еще что-то Я просто хочу попробовать Что-то новое Наконец блять Отрастить свои волосы Красить их блять Вот И мне это нравится Да Если вы хотите Не читайте в интернете Это не так страшно Не больно У меня мастер волна Вот Идите к ней Вбейте в гугли Кто она такая И вы обязательно Блин Вы будете счастливы Навычку кто-то делает Меня очень часто спрашивают Дашуль Как получить такой цвет Как у тебя Дашуль Какая краска самая пиздата Какая самая хуевая Я вам сейчас открою Может быть Какой-то Блять Вселенную я вам открою Ребята Каждая фильма Каждый цвет Каждая краска Ложится по-разному В одной фильме Желтый может быть Офигенным Он может быть Смываться через Он может смываться Через несколько Помывок И не оставаться В волосах А есть желтый Который просто Блять Впивается наху волосы И никогда не выведется Хотя я раньше думала Что таких цветов Несколько Как и в татуировках Когда их хочешь осветлить Там что-то Плохо выходит Зелё Салатовые Короче Холодные оттенки Тёплые Выходят нормально Но это нихуя не так Поэтому Чтобы не наебаться Ребята Существуют разные краски Ламинирующий Там антоксианин Мэник-пэник Господи Адор Да дофига красок Я крашу свои волосы Полпрайт Там уже дофига Больше года Полпрайт Супер краска Замечательная В открытом доступе Её нигде нет Её присылали Короче У меня есть У меня дома Вообще Свой салон Такой мини Кому интересно У меня есть большие тубы Я крашу волосы На У меня там Порошок Игора Который мне очень хорошо подходит Хорошо осветляет мои волосы У меня светлые волосы И он до бела Корни осветляет До белизны Так скажем Ануса Вот Оксид у меня 1,9 Нихуя Ни тройка Ни девятка Ни двенадцать процентов Вообще Это очень такая Глубокая тема Я могу отличать только поверхностно Не берите большой процент Потому что результат будет такой же Только волосы спалите Но это всё Разные случаи Абсолютно Неизвестно что у вас на волосах Бывает так Что вы покрасили 10 лет назад Хотите другой цвет У вас там хна Ну короче Блин Я могу об этом вечно говорить Поэтому друзья Каждый случай индивидуален И Насчёт моей чёлки Я Я Очень Я всё детство своё ходила с чёлкой Потом я ходила без чёлки Вот И Недавно Год назад Решила ёбнуть себе чёлку Вот Ну такую модную короткую Не думаю Я не думала о том Как она будет отрастать И честно Не хочу думать даже об этом Потому что это пиздец Блять Вот А сейчас Я хочу поотвечать На ваши вопросы Которые мне задали В инстаграме Ууууууууууу Очень много вопросов По поводу Вот тут вот всякие вопросы Очень много вопросов По поводу Того Как я ухаживаю за волосами Я могу заснять отдельное видео Своих Средствах Там Средствах Для волос Что я там использовала Что советую Что не советую Вот, как бы Мои любимчики, фавориты, блять, правда Это вспоминать надо, потому что сейчас банок не так много Потому что я каждый раз что-то с волосами делала Заплетала, два месяца я вообще ничего не делала В косичках, короче, да, нужно отдельное видео Следующий вопрос, который у меня Был, сейчас я найду его Норма ли красить в яркие цвета Волосы подростку? Я считаю, что норма это все, что вы допускаете Даже ребенку красить волосы нормально Если вы это допускаете Если вы хотите, почему бы и нет, блин Ничего в этом такого нет, это круто Это лучше, чем колоться героином в 6 лет Как ухаживаешь за волосами? Выпрямляешь или нет? Волосы я выпрямляю, у меня есть выпрямитель Я вообще люблю всякие такие штуки, волны Но, правда, я запуталась однажды Купила хуйню для волос полную, гофре А мне нужна была совсем другая штука Которая делает прикольные завитки Вот так я объебалась на 2000 На какой эксперимент по поводу волос ты бы не решилась? Я бы, наверное, не покрасила никогда волосы в черные А полностью это пиздец И в рыжие Ну, честно говоря, мои мнения меняются очень часто Каждый день, каждую секунду Поэтому я не знаю Может, завтра я ебанусь я черно-рыжей Как ты выбирала себе стрижку? Почему именно это? Ну, знаете, когда мои волосы отвалились Они как бы сами сказали, что они хотят стрижку-резбушку Они сами решили за меня Я ничего не выбирала, блядь Я думаю, что если бы у вас отвалились волосы Вы бы тоже ничего не выбирали Там бы выбирали, блядь, ничего Либо на лосы, либо, блядь, вот так Какой самый любимый цвет волос из тех, что у тебя было? Знаете, совсем недавно произошла такая ситуация Я думала, что если я верну свой цвет волос Который у меня был в хороший период жизни У меня восстановится тот период жизни Но нихуя На самом деле я люблю разные цвета Мне нравятся розовые Я очень люблю холодные оттенки Мой любимый цвет голубой, зеленый, там, салатовый Я не могу сказать, что мне нравится там какой-то один цвет Мне нравится много цветов Я люблю неоны всякие, яркие Но в то же время я люблю... Блин, у меня вообще в голове буйство У меня нет любимого цвета Все, вообще ничего любимого нет Все люблю После стольких окрашиваний они у тебя не выпадают Ребята, я хочу вам открыть еще один, блядь Сегодня просто день инноваций у вас Ребята, если хорошо красить волосы Ухаживать за ними, ничего не отваливается Я не знаю, кто вообще придумал эту фишку Что, типа, красишь волосы и, типа, будешь лысая Это, блядь, только бабки-то говорят Это совершенно неправда Ты не лысейшь от того, что ты перекрашиваешься Ты можешь перекрашиваться каждый месяц Главное правильно чиститься, блядь, очищаться В цветки, да, например Вот, и правильно ухаживать за волосами Тогда совершенно ничего не будет Хочешь, чтобы длинные и натуральные волосы? Ну, блядь, конечно, хочу Именно поэтому я покрасилась и крашусь каждый месяц Потому что я такая натуральная Нет, блядь, не хочу Если бы я хотела, поверьте, я бы это сделала Нет, я не хочу, блядь Зачем мне это хотеть, если я этого не хочу? Сколько денег тратишь в месяц на волосы? Каждый раз по-разному я не считаю Хотя нужно бы записывать Вести свою книжечку, бог учета По-разному совершенно Бывали, я покупаю маски за 3, за 5 тысяч Бывают за 100 рублей И у меня вообще шапоголизм в этом плане Я люблю очень все для волос Вот, и как бы сейчас мой пыл Немножко поутихометился Вот, но все-таки Мне лучше не заходить в такие места Потому что я люблю скупать всякую такую Для волос, для лица, косметика, да Не пользуются ли волосы, если осветлять не в салоне? Блядь, я уже ответила на этот вопрос И думаю, что мне не нужно к этому возвращаться Я думаю, что во всем прекрасно понимаете Если вы... Я сейчас скажу Нет, не пользуются Конечно, иди крась свою, блядь, луковую башку Покупай гарнир в улыбке Радуги Нравится родной цвет? Да, мне нравится родной цвет Потому что нахуе она осветляется И честно, если бы я была скучной И если бы у меня был другой контраст У меня просто контраст волосы и ногти Если я когда-нибудь придумываю Я сделаю очень другое контрастное Вот На самом деле просто Ну, пока что не хочу Мне нравится мой родной цвет Но я не хочу с ним ходить Скучновато, как по мне И самый главный вопрос Как реагировали мои родители? Знаете, у моих родителей просто никто не спрашивал И не уговаривал покраситься мне или не покраситься Просто красилась сама Либо помогала мне мама Ну, блин, красить волосы Мне мама хорошо к этому То есть, нормально Она сама красится, блядь Да ничего такого нету В том, что ребенок красится Я уже об этом говорила Дофига там всяких вопросов Ребят, отвечу на последний Самый часто задаваемый Хочу ли я вернуть, блядь, свою длину Которая у меня была там несколько лет назад Длинные натуральные волосы Еще раз говорю Нет, блядь, не хочу Если только наращивание И я пока его не хочу Вот Для меня признак сексуальности И вообще, знаете Желанности женщины Заключается не в волосах длинных А немножечко в другом В чувстве юмора В харизме В каких-то более тонких вещах Знаете, вы можете думать, что волосы Это сексуальность Да, для кого это может действительно так Но если вы думаете только о своих волосах Все реально будет крутиться вокруг волос Но нужно себя позиционировать Как секси-чика И не только с волосами там с длинными, блядь Вы, сиськи, выкатите на выкат Вот вы уже сексуальная моя хорошая Или обмажьтесь, как я, блядь, кровью Девственниц Тогда вы тоже будете клевые Вот такие вот вопросы Спасибо вам большое за вопрос Ребята, очень интересные И пи-пи Особенно, блядь, один и тот же вопрос Про то Хочу ли я вернуть свой натуральный цвет волос Ну, конечно, блядь, хочу Поэтому крашусь, блядь Большое спасибо вам за просмотр Надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы Это моя такая история волос Кратенькая более-менее Ну, как кратенькая Думаю, что она увидит на 30 минут точно А на 40, ну, хазель на 50 Ребята Я выпущу вторую такую часть Либо третью, я не знаю Если вам нравится Поставьте пальчик вверх, блядь Напишите в комментариях, что вам понравилось Это мои волосы Это моя жизнь Волосы я свои люблю Не меня напитанные И желаю вам всем Чтобы они нахуй не отваливались Отсветляйте волосы супер И будет вам счастье Лысина Всем пока-пока